Всем привет. Как-то давненько я делал очень простое меднение стальных деталей и инструмента. И этот способ оказал себя очень хорошо. Поэтому сегодня я решил поделиться этим способом меднения с вами, а также проверить, можно ли этим способом защитить кузов автомобиля от коррозии. Итак, погнали. Как вы знаете, я приобретал эту десятку на дроме под восстановление и эксперименты. И сегодня она как раз пригодится. Уже совсем скоро начну подготовку к супер бюджетной покраске и машина у нас станет совсем другой. Поэтому уже сейчас можно прицениваться за сколько можно будет продать нашу десяточку. Нашу десяточку после восстановления можно будет продать за 1100 точно. При этом у неё точно будет отметка на дроме отличная или хорошая цена, что привлечёт много покупателей. Владельцев у машины было много и это будет видно в отчёте. Но по задумке вид она иметь будет. И в объявлении распишу, что и как делал. Уверен, покупатель найдётся. А если вы уже планируете покупку, то за машиной идите на дром. Для приготовления раствора для меднения понадобятся электронные весы, какая-нибудь тара, обязательно резиновые перчатки и очки. Затем отмеряем 450 грамм дистиллированной воды. Кстати, если электронных весов у вас нет, можно воспользоваться мерным стаканом. Берём потом любую бутылку, но не меньше литра. Выливаем туда воду. Покупаем в любом садовом магазине медный купорос за 100 рублей. За 100 грамм. И высыпаем все эти 100 грамм в бутылку. Закрываем бутылку и тщательно размешиваем до полного растворения купороса. Делать это будет быстрее, конечно же, при плюсовой температуре. Сейчас хоть и потеплело немного на улице, но в гараже всё ещё холодно. У меня в гараже печки нет, так как не люблю дышать гарью. Поэтому при ремонте я отапливаю с тепловой пушкой. Гараж у меня небольшой, поэтому комфортная температура для работы набирается очень быстро. А так как скоро в многоквартирных домах отключат отопление и, как обычно, на улице похолодает, в квартиру я приобрёл вот такой стильный тепловентилятор. Он может вращаться, имеет подсветку, таймер и, что очень важно, имеет защиту от опрокидывания. То есть он сразу выключается. А для удобного дистанционного управления есть ещё и пульт. Керамический обогреватель от Denzel реально отличный и безопасный. Если что, промокод со скидкой и ссылкой в описании. После размешивания нам понадобится серная кислота. Но подойдёт отличный электролит для аккумуляторов. Отмеряем 100 грамм. Ничего страшного, если будет на грамм 5-10 больше. И выливаем электролит в нашу бутылку с купоросом. И обратите внимание, что смешивать ингредиенты необходимо именно в том порядке, который я показываю. Ещё раз размешиваем. Раствор готов. Попробуем омеднить вот такой старенький шершавый гаечный ключ. При меднении важно хорошо деталь зачистить. Можно пользоваться или ручной корчёткой, или корчёткой для болгарки. Главное, не забывайте защищать глаза. Ключ зачищен. Теперь нужно его обезжирить. Обезжиривать можно растворителем, ацетоном, очистителем тормозов, который не оставляет следов и разводов. Но лучше всего для обезжиривания детали использовать щёлочь. Обязательно одеваем перчатки и очки. И наливаем в тару холодной воды грамм 800. Можно из-под крана. Берём 90 грамм сухого средства для чистки труб. Понемногу добавляем. И размешиваем. И насыпаем именно в воду, а не наоборот. А то эффект будет сравним, если бы воду лили бы на раскалённое масло. Учтите. При смешивании не торопитесь и следите, чтобы тара не поплавилась. И желательно надеть респиратор или смешивать раствор в хорошо проветриваемом помещении. Раствор реально сильно греется, поэтому, как я вначале и сказал, что нужно лить холодную воду. Для меднения нам понадобится ещё дистиллированная вода, серная кислота или электролит, и, собственно, приготовленный нами раствор для меднения. Обезжириваем деталь в растворе щёлочи, помогая щёткой. Чем лучше обезжирим, тем лучше будет результат. Затем окунаем в воду. Затем в электролит. Затем опять в воду. И в раствор. Оп. И меднение уже произошло. Но это слишком тонкий слой. Поэтому, если хотите более толстый слой, деталь необходимо ещё раз поместить в раствор. При этом перемешивать его, либо вращать деталь. Слой получился равномерным и достаточно крепким. Теперь проверим, как медь будет держаться на шлифованной детали. Возьмём медьчик. Так же хорошо обезжириваем. Промываем в воде. Удаляем все окислы в электролите. И промываем в воде. А затем медним. Медьчик сразу омеднился. Но слой маловат. Но сильно увлекаться не стоит, ведь толстый слой нам не нужен. А вообще, медчики без покрытий полезно покрывать медью для элементарной защиты от коррозии. И для снижения трения. Так как коэффициент трения у пары медь-сталь в два раза ниже, чем у пары сталь-сталь. Берите на заметку. Медь очень хорошо держится на столе. Но только в том случае, если её хорошо обезжирить. Если останутся где-то вкрапления масла, медь не пристанет. А теперь давайте попробуем омеднить капот на нашей десяточке. Хорошенько зачистим. Да так, чтобы появился голый металл. Видно, что металл голый. Рядом, соответственно, 12. 11 микрон. 11 микрон. Где-то 15 микрон. Посмотрим, какая толщина меди образуется на защищенном металле. Обезжириваем. Сушим. И при помощи ватной палочки наносим раствор. Видно, как медь из раствора быстро тратится. И надо постоянно раствор на ватке обновлять. Хорошенько высушим, чтобы не омеднить случайно шарик на толщиномере. Так-с. 5 микрон. 0. 5. Опять 0. 0. В общем, слой неравномерный. И этой толщины не хватает для обработки, и медь снимается корчеткой. Поэтому, чтобы набрать более-менее нормальную толщину, надо будет нанесение повторить несколько раз. Обезжириваем. И повторяем. Также надо смывать водой отработанный состав, чтобы не изменился состав для меднения. Недостаток такого способа в его неравномерном покрытии. Высушим и проверим, что получилось. Здесь 16 микрон. Тут 8. Тут 0. Тут 9. В общем, как и говорил, покрытие неравномерное. Таким способом я хотел покрыть весь капот, чтобы защитить его от коррозии. А вы что думаете? Напишите в комментариях. В любом случае, я думаю, как временную меру для защиты металла, этот способ использовать можно. Но возникает вопрос, как эта поверхность потом будет поддаваться грунтованию и окраске. Это очень интересно. В любом случае, об этом мы скоро узнаем, когда будем красить нашу десяточку. Так что подписывайтесь на канал и не пропускайте новые выпуски. И ведь впереди с десяткой еще много-много интересного. А на этом у меня все. Всем удачи и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok